Мы много знаем видов пауков. Большинство из них плетут паутину. Некоторые паутину не плетут, как, например, бразильский странствующий паук. И это один из самых ядовитых пауков в мире. Но есть пауки, которые обитают на водоемах и рыбачах. Это пауки-рыболовы. Их лапки содержат множество волосков и покрыты специальным веществом, предотвращающим намокание и позволяющим скользить по воде. На конце каждой лапки имеются мощные когти, которые позволяют лучше удерживать жертву. Этот паук обладает огромным терпением. Он ждет, пока жертва сама приблизится к нему. Волоски на его лапках — это сенсоры, улавливающие малейшие движения по толще воды. Заметив движение, паук атакует. Жертву он сжимает всеми лапками, не давая шансов ей убежать. Затем кусает, впрыскивая яд. Когда рыбу парализовала, он вытаскивает ее на берег и поедает. Иногда к нему в лапы попадаются и другие обитатели водоемов. Например, лягушки. Поймав ее, он также впрыскивает в нее порцию яда и крепко держит, чтобы она не убежала. Яд делает свое дело, и когда лягушка обмякнет, паук вытащит ее на берег и съест. Это другой паук, но в его паутину тоже попалась лягушка. Паук заметил, что жертва крупная и стал ждать, пока лягушка устанет, пытаясь выбраться. Когда это произошло, паук приближается, чтобы впрыснуть яд. Однако и лягушка оказалась ядовитой, и есть ее опасно для жизни. Тогда паук решает отпустить ее. Он помогает жертве выпутаться из паутины и отпускает. Просто удивительно. Это оса, настоящая охотница на пауков. Пауки нужны ей для того, чтобы отложить в них свои яйца. Даже такие огромные пауки, как тарантулы, не могут быть в безопасности. Разные виды этих ос обитают почти повсеместно. Даже в жарких пустынях Намибии есть такая оса. Она бежит по раскаленному песку в поисках жертвы. Ей как раз пора отложить свои яйца. В пустыне мало растительности, и местные пауки делают норы в песке, чтобы спрятаться. Но оса его заметила. Паук, зная, что ему грозит, просто решает сбежать. Он делает лапки особым образом, так, чтобы получилось колесо, и просто скатывается по дюнам с хорошей скоростью. Осей его не догнать. Однако, в пустыне Марокко живет паук с еще более удивительным способом избегать неприятностей. Этот паук настоящий ниндзя. Он использует свои лапки в качестве пружин и делает сальто. Причем скорость такого передвижения высокая. И в отличие от катящегося паука, который может скатываться только с горы, этот паук может передвигаться даже в небольшие горки, что увеличивает его шансы на выживание. Природа необычайна и очень удивительна. Класс паукообразных включает в себя множество видов удивительных существ. Это одно из них. Верблюжий паук или сальпуга. Выглядит он очень воинственно. Он не боится никого. Спереди у него два мощных жвала – хелицеры. Они настолько мощные, что могут прокусить хитиновый панцирь скорпиона. На кончиках его передних конечностей находятся присоски, которыми он часто хватает добычу. Обитает сальпуга в пустынях и полупустынях и может достигать 10 сантиметров в длину. Сальпуга – ночной хищник. Но это уникальные кадры его охоты днем. Он может как выслеживать добычу, так и сидеть в многочасовой засаде. Мы видим как раз работу его присосок, которые не дают кузнечику ускользнуть. Сальпуга всеядна. Поймав добычу, в работу включаются ее мощные челюсти, которые словно мясорубка перемалывают жертв фарш. Плотно покушав, верблюжий паук вырывает себе нору, чтобы спрятаться от палящего солнца. Там он пробудет до заката, чтобы с уходом солнца вновь начать охоту. В непроходимых амазонских джунглях Венесуэлы живет самый большой паук в мире. Про этого гиганта рассказывают много мифов и легенд. Он настолько большой, что с трудом уместился бы на вашей ладони. Его вес достигает 170 грамм, а размах лап – 30 сантиметров. Его размеры позволяют охотиться ему на мышей, лягушек, ящериц, и даже птиц. Его маленькие глазки не позволяют ему видеть все вокруг. Поэтому он полагается на более острое чувство – осязание. Его тонкие волоски, расположенные по всему телу, реагируют на малейшие колебания. Атакуя, он впрыскивает яд, который разъедает внутренности жертвы. Затем он высасывает из нее этот бульон. Яд паука не сильный и для человека не опасен. Но укус может доставить неприятные ощущения. Амазонка полна опасностей, и у птицееда хватает врагов. Паук столкнулся один на один с носухой. Он встает на задние лапы, предупреждая об опасности. Но носуха не испугалась. Тогда паук применяет свое второе оружие. Он трет лапками по телу, а на конце его брюшка находятся тысячи мелких волосков, которые поднимаются в воздух. Каждый такой волосок имеет колючки. Попадая в глаза, нос и на шерсть, они раздражают животное, вызывая зуд. И носухи приходится отступить. На Мадагаскаре живет, пожалуй, самый необычный паук, которого вы когда-либо видели. Паук-пеликан Передний конец головогруди у пауков-пеликанов вытянулся вверх, образовав подобие шеи, на которой сидит голова с глазами. Из этой головы растут удлиненные хелицеры, сбоку напоминающие птичий клюв. У большинства пауков хелицеры это короткие малоподвижные придатки с когтем на конце, через которые в добычу впрыскивается яд. Однако у пауков-пеликанов они превратились в грозное орудие для захвата добычи, обладающие высокой подвижностью. Паук не строит паутину, но может выделять ее, чтобы, например, спуститься на паутинке с ветки в случае опасности. В отличие от большинства других пауков, пауки-пеликаны охотятся исключительно на других пауков. Из-за строения своего тела ему крайне неудобно передвигаться по паутине, но как же добраться до паука, сидящего в самом ее центре. Паук-пеликан идет на хитрость. Лапками он дергает за паутинки, имитируя попавшую в них добычу, тем самым привлекая паука. Своими мощными хелицерами паук-пеликан атакует и вводит яд. Потом он высосет из паука все соки. На этом канале вы увидите короткие интересные ролики из мира животных. Если нравится подобный контент, то подпишитесь и посмотрите другие ролики на канале.